Информационный вечер на канале Регион. Открывает наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. И вначале в центре Оренбурга иномарки прибило деревом. Инцидент произошел на улице Пушкинской. Всего пострадали 4 машины. Но, к счастью, обошлось без жертв. В момент падения дерева рядом не было людей. Одним из первых на месте оказался наш Иван Бер. Улица Пушкинская, 23. Совсем недавно дерево упало сразу на 4 автомобиля. Слава Богу, что никто не пострадал. Как мы видим, главный удар пришелся на автомобиль Лексус. Одна из толстых веток пробила крышу и проникла, так скажем, в салон. Самое удивительное, что дерево на вид достаточно свежее и оно сломалось у самого корня. Хорошо, что в момент падения водитель не находился за рулем автомобиля. Посмотрите, крыша словно игрушечная, пробита насквозь. Уцелеть при этом крайне сложно, с учетом того, что все случилось за пару секунд. А вот основание дерева. Оно наполовину прогнило и не в состоянии было удержать такую могучую крону. Под тяжестью ствола Лексус изрядно просел. По словам водителя, местные жители уже не раз заявляли об аварийности этого дерева, но их просто не слышали. Жилец этого дома сказал, что неоднократно они обращались два или три раза, чтобы его спилили. Им запретили, сказали, что зеленотрез не согласует спиливанию этого дерева. Так это легкие горды. Ну, в общем-то, вот легкие. Нанесли нелегкие ущелья. Еще три машины пострадали, но уже не так сильно. Впрочем, любая царапина и вмятина требуют денег на ремонт. К тому же, автовладельцы его не планировали. Вот как ветка упала, прям видно, прям крышу прям повело угол, вот верхний правый угол. Автомобиль поставил на стоянку. Вышел, смотрю, дерево вот упало. Подошел, так скажем, обнаружил, что действительно на мой автомобиль непосредственно тоже попало. Вот. Страховка, каска есть? Нет, нету. Как удалось выяснить, ответственные за дерево управляющая компания Оренбургская. Дозвониться до руководства Оренбургской нам так и не удалось, но мы сумели пообщаться с одним из сотрудников. Да, аварийная ситуация. Неизначально упало дерево. Данные машины находятся на тротуаре. Мы сейчас что делаем? Срочно надо освободить тротуар, проезжую часть машины освободить. Дайте, пожалуйста, работать. Пострадавшие автовладельцы заминать это происшествие не собираются и намерены получить компенсацию за причиненный их имуществу ущерб. Участкова вызвали, подъехал, написали заявление. Дальнейшие действия не знаю, но буду обращаться, наверное, в суд, потому что каски нету. Такие вот моменты. Иван Берр, Константин Воробьев, Наш Рейн. Берег у села Желтое Саракташского района будет укреплен. Об этом заявили в Центральной дирекции инфраструктуры РЖД. Меры назвали незамедлительными. Я напомню, буквально за 10 дней берег реки Сакмара обвалился еще на 10 метров. Масштабное осыпание грунта случилось в пик паводка. Обеспокоенность более чем оправдана. Вблизи обрыва пролегают железные дороги и автотрасса. И теперь расстояние от путей до водоема всего 35 метров. Губернатор провел экстренное совещание с представителями РЖД. И, как стало известно, работы по укреплению берега начнутся в ближайшие дни. Ситуацию взяли на особый контроль. Некачественный ремонт. Часть дороги Саракташ-Бурунчаново-Михайловка пришла в негодность уже после первой зимы. Замены требует участок в 500 метров. И накануне там провел рабочее совещание губернатор Юрий Берг. И потребовал недостатки срочно устранить, но руководство предприятия Оренбург-Ремдорстрой уволить. Что обещали и что получилось на деле. Хронологию восстановил наш Юрий Мишинин. Июнь прошлого года на трассе соединяющий поселок Саракташ и границу Оренбургской области с республикой Башкортостан кипит работа. Ремонтируют дорогу. Специалисты уверяют, сделают все качественно и в срок. Здесь у нас работает 4 подразделения, 5 подразделений. Ну в среднем по 15 единиц техники. То есть если умножить, ну сейчас еще как только на основании выйдем, добавляется еще техники. Ну порядка 100 единиц будет здесь задействовано. Что касается срока, то обещание дорожники выполнили, а вот качество подкачало. Вот так новенькая дорога выглядит сейчас. Не выдержала даже одной зимы. А ведь средства на строительство выделили и немалые. Накануне на этом участке побывал губернатор области Юрий Берг. Глава региона подверг жесткой критике работу предприятия Оренбург Ремдорстрой и поставил задачу. Недопустимо, чтобы новое полотно было в таком состоянии. Это брак на одном из важных объектов. Ответственность за это полностью лежит на подрядчике. В недельный срок Оренбург Ремдорстрой должен закончить работы на участке. Конечно, за свой счет. Кроме того, губернатор потребовал освободить от занимаемой должности руководство ГУП Оренбург Ремдорстрой. К слову, претензии к этой кампании возникали и у администрации Оренбурга. Опять же, в прошлом году Оренбург Ремдорстрой ремонтировала улицу Брескую. После окончания работ, как утверждают городские власти, экспертиза выявила множество нарушений. Вопрос не решился до сих пор. Выявилось, что работа выполнена некачественно, несоблюден уклон. Вырубки мы сделали. Тоже подтвердили наши опасения, что там все сделано не так, как должно быть сделано. В связи с этим работы не были приняты. Также поступил наш адрес против прокуратуры, где нас предостерегали, чтобы мы не принимали эти работы. Работы не приняли. Подрядчику было предложено переделать эти работы, то есть возместить то, что он неправильно сделал. Подрядчик отказался, подал на нас в суд. На данный момент мы находимся в суде. Деньги за ремонт Бреска и Оренбург Ремдурстрою не заплатили. Администрация Оренбурга требует в суде, чтобы дорожное полотно переделали. Юрий Мишинин. Наше время. Коллекторам грозит штраф за вымогательство. Молодая пара из Оренбурга взяла заем в коммерческой фирме на 50 тысяч рублей и не смогла отдать в срок. Организация кредитора обратилась за помощью к штатным коллекторам. Ну а те, в свою очередь, стали названивать супругам посреди ночи и угрожать. Уставшие от коллекторов супруги обратились за помощью в судебные инстанции. Сотрудникам управления собраны материалы дела, которое достаточно было для составления административного протокола по статье 1457 Кодекса административных правонарушений, который предусматривает санкцию для юридических лиц, а штраф до 200 тысяч рублей. На данный момент все материалы направлены в суды в районный город Оренбург для рассмотрения. История с душком. В поселке Кушкуль жители многоэтажек жалуются на грязь в своем дворе. Дело в том, что рядом расположен частный сектор и в одном из дворов мужчина разводит коров. Но, естественно, такая ситуация не устраивает большинство соседей. Детали конфликта изучили наши корреспонденты. Ценное удобрение лежит прямо во дворе. И наблюдать эту картину соседям приходится каждый день. Естественно, отходы жизнедеятельности животных и пахнут соответствующе. Это сейчас ветра нет в нашу сторону. Если когда ветер, здесь пройти невозможно. Я живу от запаха. Вот они живут по колену стоят, коровы в грязи. Это вот я в тех домах, в том доме живу, к нам как-то это меньше касается. А вот эти дома, они задыхаются. Пройти мимо невозможно. Но неприятный запах – это еще не самое страшное, говорят люди. Двор владельца коров примыкает к детской площадке. И прямо по ней мужчина гоняет животных на пастбище. Поэтому детей не выпускают гулять одних. Дети гуляют, потом приходят грязные все. Сильно в окнах пахнет. Конечно, боятся. Вот в прошлом году я сама гоняла здесь. Они вышли, как говорится, из-под контроля и пошли здесь по парковке. Я их сама отсюда гоняла, потому что корова спокойно могла или боднуть, или еще чем-нибудь рогом. Иногда владелец коров все же чистит стойло, но ведь навоз нужно куда-то вывозить. И это опять же через детскую площадку. Другой дороги просто нет. По словам соседей, хозяин коров недалеко вывозит ценное удобрение. Складируют его вот в такие кучи, буквально за жилыми домами. По словам местных жителей, они обращались за помощью. Но пока результат очевиден. Он нулевой. Сами люди прекрасно понимают, что избавляться от скота нет смысла. И, по их мнению, просят совсем немногого. Вот этот навоз разве нельзя убрать? Разве нельзя вот этот от того забора и сюда протянуть этот забор? Закрыть, чтобы мы не видели. В администрацию города обращались. В санспедстанцию. Но нам только обещают. Нам много чего обещают. Говорят о том, что сделают. Что они их заставят. Но в итоге заставить их не могут. Заставить что? Заставить убрать. Местные жители говорят, что пытались поговорить с хозяином скота. Однако убрать навоз из двора многоквартирных домов не просили. Некоторые просто не хотят конфликтовать. В том году я хозяина спрашивала. Он говорил, что приходил в санспедстанцию. Проверяла все у него документы в порядке. Но порядки-то документы. А так экология у нас тут. В деревне так не воняет от скотины, как здесь. Мы тоже попытались поговорить с владельцем скота. Но, видимо, его не оказалось дома. Дозвониться до мужчины тоже не удалось. Ирина Кривобокова, Константин Воробьев. Наше время. Ну, если ваша проблема до сих пор не разрешается, вызывайте наших. Телефон редакции 37 00 83. Мы выслушаем и поможем. И на этом пока все новости. Сразу после эфира смотрите наш выпуск на сайте 56nv.ru. Вернемся в эфир уже в 8 вечера. И прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова